Всем привет, меня зовут Наталья, это мое первое интервью в таком формате для Секретов ПРО. Вы задавали мне много вопросов, на все ответы конечно не получится, но на основные я отвечу. Итак, приступим. Костя Асиев спрашивает, сколько идет ушло на набор такой внушительной мышечной массы? Ну, начала тренироваться я в 14 лет, эффект был довольно быстрый, в 18 лет я уже весила порядка 90 килограммов. Следующий вопросик, Ван Федот спрашивает, какие дозировки оптимальны в женском бодибилдинге? Ну, здесь вообще важен разумный минимализм. Думаю, что если организм хорошо не реагирует на минимальные дозировки, тогда лучше, наверное, сменить вид спорта. В этом спорте важна хорошая длинечка и хорошо работающий ЖКТ, и, конечно, хорошая реакция на анаборицы. Артем Жапко спрашивает, как увеличить вес в жиме рёжа? Ну, вообще, зависит от того, с какого уровня вы стартуете. Для новичка хватит и обычной ночной программы для начинающих. Может, от неё будут результаты. Ну, а для продвинутых атлетов, конечно, существуют многие программы тренировок. Лично я тренируюсь как бодибилдер. И мои силовые хорошие – это побочная реакция от моих билдерских тренировок. Так, следующий вопросик. Дмитрий Макаренко спрашивает. Хочется узнать лучшую сумму в троеборье, роварифте для дальнейших планов в спорте. Сколько времени у меня, сколько приёмов пищи у вас в день? В троеборье я выступаю эпизодически на данный момент только по жиму и по тягам. Причём, тягу я сделала только на своих первых соревнованиях. И до этого не делала её 5 лет. Максимальные веса в жиме были порядка 160 кг. По основной тяге – 240 кг и по прессе тоже 240 кг. О планах. Ну, я хотел бы войти в АИТУ по всем нашим основным федерациям. Вот. И, конечно, установить рекорды как по юниорам и в ООПе. На моих последних соревнованиях в Вологде это, в принципе, удалось. Я улучшила прошлый рекорд по юниорам на 80 кг становить тяги и в категории ООПе на 20 кг. По жиму я увеличила рекорд на 60 кг. По ООПе на 35 кг. Так, следующий вопрос. Иван Федотов спрашивает. «Насколько чувствуется откат на ПКТА, возможно ли держать хоть какие-то объёмы безгормонов извне?» Ну, как такого ПКТА у девушек нет. Держать и приобретать вполне возможно натурально. Но другое дело, что хорошего качества, наверное, не будет. Вот. Но, опять же, всё хорошо зависит от динетики. От умения тренироваться и диета. Так, следующий вопрос. Саша Руденко. «Делаете ли ПКТА личный курс? Как удаётся оставаться такой сухой круглый год?» Нет, личный курс я не делаю. Да и особо сухой себя не считаю. Поэтому есть довольно разумное объяснение. В соревнованиях по пауэрлифтингу очень сухой быть опасно в плане травм. Вот. Фредди Тиллер спрашивает. «Есть ли различия в мужском и женском бодибилдинге?» Ну, именно о бодибилдинге я считаю, что нет. Женщины-бодибилдеры тренируются практически как мужчины. Андрей Николаев спрашивает. «Фармакологическая поддержка для женщин, препараты и дозировки? Через какой период восстанавливается менструальный цикл и как его стимулировать?» Препаратов используется очень много на данный момент. Это и аксадролон, и пренобалан, и бропионат, и турнабол. Многие почему-то менструлы любят. Не там. Ну и, соответственно, МГР. Сейчас еще новые темы с кептидами появились. Что касается цикла, это все индивидуально. Сбить цикл может и без фармакологии, а только за счет тяжелых тренировок и жесткой диеты. Лично у меня цикл восстанавливается довольно быстро, но я стараюсь не делать длинных курсов и стараюсь не принимать высокие дозировки. Следующий вопросик. «Александр Саряник, а можете продрить свет на то, как организовывать женские тренировочные процессы? Где-то слышал, что нужно подгонять его под эти дни». Ну, лично я смотрю по своему самочувствию. Если чувствую себя не очень, то тогда делаю легкую тренировку. «Какие дозировки выступающих спортсменок? Вернее, у вас. Или как на ПКТа? Восстанавливаете сильно или откатываете?» Ну, в общем, все по-разному, я думаю. Все зависит от цели. Безусловно, наибольшее количество фарма применяется при подготовке к соревнованиям по бодибилдингу. В бодибилдинге я сейчас не наступаю. Да, в прошлом мои выступления были спонтанными. Так что моя сегодняшняя форма лучше, чем та, которую я выставлял раньше на соревнованиях по бодибилдингу. Насчет фармы. В среднем я применяю тот же примаболан 100-200 мг в неделю, разделенных на 2-3 приема. Вот. Если каплитированная форма, то 20 мг того же метана, то ли набола или аксидролуна в день, желательно в день тренировки. Вот. Следующий вопрос. Применение витаминов в подготовке женщин. Обор препарата, стратегии витаминизации, мосты, покатай, отдых. Личный курс. Ну, во-первых, смотря кто и куда готовится. Если дети планируются ли, но точно личный курс я вам не посоветую. Так как по бочке будут очень сильными. Вот. Хотя голос можно снимать и на первом курсе тоже не строго. Евгения Родин спрашивает, используете ли вы инсулин? Нет. Такого опыта у меня нету. Мне инсулин не использую, гормоноросточ тоже не пробовал. Митро Юзер спрашивает. Интернет интересен при всем питании на день. Что в каких объемах и сколько раз в день? Ну, четко диету я не учитываю. Все на глазок и по ощущениям. Белка в среднем порядка 200 грамм в день. Углеводы обычно до и после тренировки. Тренируются обычно раз 5-6 недель. Я уже довольно опытный спортсмен. На новичкам я думаю, что все-таки нужно высчитывать гожу по началу. Но со временем это уже будет как автоматически получаться. Андрей Зайцев спрашивает. Сколько денег уходит в месяц, чтобы поддерживать такую форму и еще прогрессировать? Ну, я не считаю это, чтобы не расстраиваться. Но я спортируют употребляю. БСА. Витамин, наглукозамин, хедроитин для суставов. Протеин, тот же самый. Мелопектин. Протеинники иногда. Так, следующий вопрос. Наталья, сносит ли вам голову на курс, как у мужчины? Чем постоянно высокая либидо? Эту женщину и механизм желания не завязан на тестах. Ну, для всех не ответишь, но лично у меня либидо высокая. Всегда независимость от курса. Николай Котарев спрашивает. Есть ли планы переходить в пробу Б? Ну, если женский ББ снова появится, то, думаю, может быть. Анжелика Малиновская. Какие у вас любимые упражнения? Какие лучшие силовые в этих упражнениях? Ну, выделись сложно. Обычно любят то, что удается. Мне, в принципе, дается совсем неплохо. Ну, к примеру, тяга в наклоне у меня рабочий вес 100-120 кг. В приседе 200-220 кг. Тренажеры Смитта. Жим 140 кг. Рабочий. Сгибание рук со штангой 60 кг. Так, Татьяна Рыбина. Всегда было интересно, в каком возрасте девушке допустимо начать прием фармакологию. Сколько времени она должна провести занятие, натурально тренируясь. Спасибо. Сначала нужно спросить себя точно, нужно ли это вообще, насколько это необходимо. Ну, если есть желание выглядеть как бодибилдер, то, конечно, да, без этого не обойтись. Ну, вот зачем фарм в битине, как они не понимают. Вот. Даже в ПЛ до какого-то определенного момента можно прогрессировать натурально. Например, мастера спорта я выполнила без приема фармакологии. Вот. Ну, в любом случае, чем дольше будет фармакология, тем проще будет в дальнейшем удерживать набранное с помощью фармакологии. Бенджамин Франк задает следующий вопрос. Наталья, вопрос такой. Приемлемой моделировке препаратов в явно выраженных признаках вероизации у девушек. В расчет берем примус, назову болдано. Вижу, как завязано генетике, интересно ваше субъективное мнение. Ну, конечно, я считаю, что как бы генетика, как говорится, сколько там уголомка ни корме, а вред ледера она не превратится. Ну, в основном, зло бы я вообще не советовал никому. Даже таблетка метана будет лучше и по действию, и меньше побочек у меня будет. Вот. Так, следующий вопрос. Вадим Киньков. Добрый день. Мне интересует следующий вопрос. Как без применения АЦ максимально эффективно оращивать мышечную массу девушкам? Какой вид тренинг лучше применять и как секрировать эти аспекты диеты? Ну, общего системы тренировки тут нет. Нашим голосом слишком просто. Есть общие принципы соблюдения диеты, отношения к ГЖУ, составления тренировок. В основном все методом плохо ошибок, если кто-то знает, что их может сказать. Для того все супер. Следующий вопрос. Я спрашиваю про фарм, который несет на меньший вред для здоровья женщин. Например, Аксиндралбон. Можно ли к этим препаратам отнести туринобон? Может еще какие-то препараты есть подобные. Также интересный диалог. Зинокома хочет поднабрать массу для бетини. Ну, сначала же спросите, а есть ли масса у бетини вообще? И сразу вам сказать, что безопасная фарма, в принципе, не бывает от любой фармы. Возможно, побольше. Даже от самой легкой. Вот. И опять же, прием фармы не отменяет ни диеты, ни тренировок. То есть, конечно, бетхим принимают метан, но если честно, я не понимаю, зачем в этом виде спорта. Ну, вообще, как будто... Следующий вопрос. Наталья. Ваше мнение о отношениях для нас и бетини. Немного было сказано разумными уважаемыми на легене по этому поводу. Хотелось бы услышать развернутый ответ по всем аспектам этого спорта. Ну, отношусь я нормально. Каждый занимается тем, чем ему нравится. У всех все представление о красоте, о спортивности. Вот. Я вообще нормально отношусь к всем номинациям. Вот. Ну, единственное, непонятно, когда присваивать звание МСМК по бодибилдингу, не бодибилдерским номинациям. Например, если МСМК по бодибилдингу, то пусть будет МСМК не по бодибилдингу, а не по бодибилдингу. Потому что физическое развитие бодибилдинга и бодибилдинга тоже абсолютно разное. Вот. Следующий вопрос. Сергей Шкунов. На сколько дней Наталья развелся по лифту? Ну, тренируюсь я пять-шесть раз в неделю. Берешь ближе к соревнованиям по АПЛ. И, конечно, меньше примерно раза на три в неделю. Стреляю только режим, ставлю и немножко памповые нагрузки на руки, на плечи, на спину. Вот. Ну, а по обычным тренировкам билдерским, то я тренирую каждую группу мышц примерно один раз в неделю. Естественно, разбавая спину для тренировки обычно, на толщину и на ширину. Так. Тимур пояс спрашивает. Как она смотрит на исключение из соревновательной программы FBB женского бодибилдинга? Ну, жаль, конечно. Хотя наш отечественный бодибилдинг намного отличается от западного. У нас никогда не будет пресса большая объема, к сожалению. Вот. Артур спрашивает. Хватает ли времени на семейную жизнь? Ну, конечно, хватает. Как бы. Семья вообще для меня это самое главное. Так. Владислав Ильин спрашивает. Как листуется ваш муж? Ну, собственно, почему он должен так листовать? Мы с ним вместе тренируемся. Он очень помогает, подсказывает много по тренировкам. Вот. И сам имеет неплохую форму. И неплохие силовые показатели во прошлом ОМС по вольной борьбе. Вот. Ну, на качественную девушку, конечно, всегда привлекает больше внимания, чем мужчина, потому что таких просто очень мало. Вот. Вот. В ближайшее время я постараюсь сделать видео о своей какой-нибудь тренировке. Вот. И в ближайшее время было соревнование по пауэрлифтингу Европы. По ОТЦ и по НАП тоже были соревнования. Вот. Вот. Спасибо на все ваши вопросы. Было приятно их отвечать. Вот. Если будет для дальнейших интерес, то, возможно, появится еще такое видео, где я отвечу на какие-то ваши вопросы. Ну, спасибо всем за внимание. Всем пока. Всем пока. Всем пока.